Дорогие братья и сестры, продолжается Великий пост, и я хотел бы в этот раз поговорить о том, как нужно нам правильно поститься. Пост, прежде всего, как пишет Иоанн Златоуст, это установление самого Бога, и это заповедь, которая дана была человечеству еще в раю. Бог сказал, вот от этого кушайте древо, а от того нет. Это заповедь поста. Без этой заповеди человечеству невозможно подняться от земной суеты к небу. Но вместе с тем, отцы церкви пишут, мы являемся убийцами страстей и греха, но не убийцами тела. То есть пост должен быть всесторонним. Не просто поститься наш желудок, но глаза любопытствуют, уши слушают, всякую ерунду, уста говорят, не пойми что. Должны все члены поститься, должно поститься наше сердце. От воспоминаний, от чувствований греховных. И все это опять делается по силам, особенно вот постгастрономически. Это по силам. Значит, мы должны еще слушаться от определенных людей под названием врачи. То есть если врач говорит диабетику, что вам нужно кушать мясо, кушайте мясо. Или замените рыбы. Дело в том, что пост, пишет тот же Иоанн Златоуст, это в первую очередь воздержание от зла, от греха, от негатива. Но в этом нам помогает утеснение своего желудка. Когда мы переходим качественно на другую пищу и количественно то же самое. И Господь нам помогает в этом, когда мы ходим в храмы Божии. Потому что часто люди не едят, вроде бы стараются соблюдать пост, но не приходят в храм. А божественная благодать, сила, энергия, она дается именно в храме. Чтобы человек всегда помнил, что в храм нужно прийти. Нет силы всю службу отстоять, наполовину приди. Хоть на 20 минут зайди, но побудь в этом пространстве, и ты проникнешься. Как Иоанн Златоуст пишет, когда мы входим в комнату, где варят вот эти вот духи. Раньше это ароматные масла были. И человек, побыв даже немного, он пропитывается этим ароматом. Вот так же, когда человек приходит в храм, он пропитывается божественной благодатью, и он уже меняется. Вот смысл поста – воздержание от зла, посильное гастрономическое воздержание и усиленная молитва к Богу. И еще Иоанн Златоуст пишет, одно из первых – это воздержание от гнева. Вот заметьте, в посту мы бываем часто раздражительными. Это нас дьявол искушает. Будем просить Бога и сами прикладывать усилия, обуздывать свой гнев, свою злобу и другие страсти. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok